Если вы точно хотите, чтобы у вас было как можно меньше проблем с аллергией, вам точно нужно дружить с Людмилой Соколовой. Она как раз таки иммунолог и доцент кафедры внутренней медицины Академии имени Георгиевского. Ну, да. Людмила Викторовна, скажите, пожалуйста, у нас уже, в принципе, как ситуация с растениями? Насколько я знаю, уже и амброзия так явно не соведет, уже жалоб, наверное, меньше, правда? Жалоб меньше. По количеству приема можно судить, что да, уже, в принципе, практически все отсвело, и мы приходим в зимний период, и там уже, как иммунолог, больше, наверное, вот такие вирусные инфекции. Хотя аллергия есть и круглогодичная, а не только сезонная. Какие, например? Ну, например, аллергия к домашней пыли. Пыль это с нами по жизни, от сезона она не зависит. Вот интересный факт. У меня просто друзья многие, которые у них есть аллергии, они, ну, покупают медикаменты и жалуются. Говорят, вот, допустим, вначале они помогают, потом уже какое-то время ты привыкаешь, а потом, как бы, чтобы дальше помогало, нужно прям очень серьезно много покупать. Правда ли это? И почему это происходит? Как с этим бороться? Ну, на самом деле правда. И почему не помогают медикаменты? На самом деле причин тут много, понимаете. С одной стороны, да, совершенно верно, к препаратам противоаллергически со временем происходит привыкание. Поэтому, если есть надобности менять их более чем, там, месяц-два, то их периодически нужно менять. В сезон светения, когда пыление, скажем, не только амбродины, но и других пыльцевых аллергенов, эффективность от них, в принципе, снижается. Вот. Ну, и спустя какое-то время они все начинают давать побочные эффекты. Ну, а вторая сторона, почему не работают медикаменты, к сожалению, очень много подделок, ну, и так далее, и так далее. Ну, и вопрос как к иммунологу. Сейчас как раз такое время, когда уже первая волна детей, которые пошли в школу и переболели, она сошла на нет, а вот вторая как раз-таки появляется, потому что перепад температуры. В это время еще ребенок идет в школу в куртке, а потом видит, когда что, мама отвлеклась, выбегает на школьное перемение в одной рубашке. Как все-таки перестраховаться? Какие там, может быть, витамины? Вот действительно, стоит ли больше есть, допустим, апельсинов, или купить витамин С и эффективный ли он в аптеке? Да, ну, смотрите, по поводу витаминов, к сожалению, нет витаминов, у которых бы подтверждался иммуномодулирующий или иммуностимулирующий эффект. То есть, в принципе, витамины можно принимать, но какое-то действие, скажем, противовирусного у них нет. Поэтому тут, наверное, самое, скажем так, доказанное действие – это прививки против гриппа. Это, ну, общее мероприятие, закаливание тут. Ну и, скажем так, если есть проблемы с этим, если ребенок часто болеет, то, наверное, лучше обратиться к иммунологу, потому что причин для этого может быть много. И если обратиться, потом нужно сдавать какие-то анализы, я так понимаю? Ну да, есть факторы, скажем, иммунитета, которых не хватает. Поэтому их нужно выявлять с помощью лабораторного обследования. И там уже как бы либо есть фактор в небольшом количестве, может быть, его и смысл стимулировать. Если его отсутствует, его нет, то его нужно замещать. Хотя, в принципе, у детей иммуностимуляторы – это, скажем, должно быть использование очень корректно. Потому что у детей, особенно до 5 лет, иммунная система активно развивается. И стимулирование иммунной системы в этом возрасте может привести к каким-то пролиферативным заболеваниям. По факту иммунная система, допустим, предположим, это как личность, которая стоит на страже, так сказать, здоровья человека. И наверняка есть вещи, которые, вот вы говорите, пробуждают ее, делают ее сильнее. А есть вещи, которые удремляют, делают более хрупкой, слабой. Вот расскажите, что делать не нужно ни в коем случае для того, чтобы не быть слабее и быть сильнее против вирусов? Ну, смотрите, есть факторы, на которые, к сожалению, если он врожден и отсутствует, мы на это воздействовать никак не можем. А ослабляет иммунную систему, ну, на самом деле, у нас очень много факторов. Это те же факторы, которые приводят к развитию, скажем, аллергических заболеваний. Это наша окружающая скида, с одной стороны, да. Это то, что мы едим, то, что мы носим, то, что мы кушаем. Это бурное развитие промышленности, которое приводит к выбросу каких-то вредных веществ. Но, с другой стороны, это наш организм, да. То есть, скажем так, любое заболевание, любое, как правило, да, оно проявляется на фоне не только внешних факторов скиды, но и наследственной кидорасположенности. И этот фактор есть, кому из них, к сожалению, не можем. Но, тем не менее, я знаю, что вот очень часто, если ты аллергик, люди бывают, допустим, на ту же амброзию, да, они делают заранее какие-то прививки. Они эффективны вообще? Есть смысл или за месяц, или за три яния? Я вот не помню просто. Есть смысл. То есть, аллергия – это такое, скажем, ну, если в двух словах, это повышенная чувствительность организма или неадекватная иммунная реакция на какие-то факторы. Да, эти факторы мы называем аллергены. Количество их огромное. То есть, в принципе, их можно разделить на внешние и внутренние, да. Внутренние – это те, которые в нашем организме образуются, и которые по какой-то неведомой причине собственная иммунная система начинает распознавать как чужие. И все остальное относится к внешним. И это инфекционные аллергены, и это большая группа неинфекционных аллергенов, к которым в том числе относятся домашняя пыль, пищевые продукты, да, то есть пищевая аллергия, пыльца, лекарственные препараты и так далее. Поэтому, ну, чтобы выявить аллергию, нужно… Я все-таки считаю, что лучше обратиться к специалисту, потому что не все жалобы, похожие на аллергию, являются аллергией. После того, как выявляют аллергию, тогда уже есть способы лечения. Собственно говоря, их несколько, да, и они, ну, не поменялись за последние 100 лет. То есть первый способ – это ограничение контакта с аллергеном теми способами, которые приемлемы. Да, если у человека аллергия на кошка, ну, отдайте ее соседу или хотя бы уберите ее с подушки. Если у человека аллергия на пыльцу, значит, ну, пожалуйста, переезжайте в другой регион. Ну, то есть все способы, которые приемлемы для человека, хороши. Второй способ – это элиминация аллергенов. То есть это, если это пищевая аллергия, скажем, или лекарственная, применение энтеросорбентов. Ну, тоже доступный способ. То есть заранее все можно предусмотреть. Вот. А, ну, сейчас я буквально два слова. Третий способ – это применение препаратов. И вот четвертый способ, то, что вы говорили – вакцинация. Идея этой терапии называется она специфическая в том, что мы с низких доз и концентрации начинаем вводить человеку выявленный аллерген. И иммунная система перестает реагировать на него действительно. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях была Людмила Соколова, аллерголог, иммунолог, доцент кафедры внутренней медицины Медицинской академии имени Георгиевского. Ну, а мы тем временем приготовили материал от тех животных, которые могут вызвать как раз-таки аллергию. Сейчас. Но перед этим мы вначале, наверное, попрощаемся с аналоговым телевидением. С помощью цифры. Да. Снимок. Вы уже… У вас новый телевизор? Нет, еще старый. Нет. Нужно купить приставку все-таки, да? Да-да-да. Ну, тогда мы скажем слово «цифра». «цифра».